Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на ледовой арене дворца спорта юбилейной в городе Альметьевск, где буквально через несколько минут начнется очередная встреча париматч чемпионата молодежной хоккейной лиги, первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года в сезоне 2021-2022 год. Семена Шарабарина и смотрим подборку интересных моментов от режиссера трансляции. В первом периоде получили новокузнечане очень комфортное преимущество. Пятером играли против тройки альметьевских игроков и вот в этом эпизоде Тон Захаров отправляет шайбу в ворота. Это неудачный отскок был от конька Семена Ионова и там отстанчивый шагапок был бессилен. Таким образом открыли счет сегодняшней встречи новокузнечане, повезли и это во многом стало определяющим в этой встрече. В первом периоде увидели мы еще одну заброшенную шайбу в спавлении Самигулина от синей линии. Вот как раз этот момент бросал поворотом и увидел момент образка Шарабарин. Шайба влетает в сетку и на этом основном время матча мы заброшенных шайб больше не увидели. И владел спутник, конечно, подавляющим преимуществом, но все это останется в истории. Игра забудется, счет останется. Множество моментов не реализовала альметьевская команда и, конечно, винить в этом прежде всего нужно себя. Хорошо в рамке сегодня стоял Семен Шарабарин, защищающий ворота новокузнецкой командой. И, конечно, претензии к голокиперу новокузнечан сегодня практически нельзя подъявлять. Есть момент столкновения с нам, арбитром. Дважды играл спутник большинство в третьем периоде, не сумели они воспользоваться численным преимуществом. Да и вообще статистика периодов показывала даже не двукратное, местами трехкратное-четырехкратное преимущество по многим компонентам игры. Мы довели дело до овертайма, в котором также команды ничем особенным не отличились. За пять минут овертайма даже не могу припомнить ни одного особо интересного момента, который возникал в ворот той или другой команды. Ну а в серии после матча выбросков, конечно, совершенно заслуженно победила команда из Новокузнецка. Смотрим повторы. Да, здесь отличный бросок с неудобной. Девятку летает шайба. Ну и здесь прошили насквозь просто Арслана Шагапова. Но удалось нападающим Новокузнецкой команды сделать то, что не удалось нападающим Альмитинской команды. Бросали промеж щитков, но сильнее оказался Новокузнец, чем их и поздравляем. Ну, спасибо, что оставались с нами и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин